Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня Событий, происшествий и мероприятий произошло немало Вот краткий анонс информационного выпуска С новосельем более 80 семей рязанских полицейских Получили ключи от собственных квартир Закрыли нарколабораторию Очередных наркодилеров, спайсеров задержали правоохранители У природы нет плохой погоды Синоптики обещают приход зимы Ну а теперь обо всем подробнее Радостное событие сегодня состоялось на улице Окский проезд возле торгового городка В недавно построенный многоквартирный дом въехали более 80 семей полицейских Надо сказать, что работа по предоставлению жилья сотрудникам органов правопорядка идет весьма активно Очередь на получение квартир буквально за последние пять лет сократилась в десятки раз Сегодня на новоселье к рязанским полицейским приехал замминистра МВД Аркадий Гостев Побывал на вручении ключей от квартиры Оксана Тебенихина Рязанские полицейские и ветераны внутренних дел получили ключи от квартир из рук заместителя министра УВД Российской Федерации Аркадия Гостева Долгожданные квадратные метры в новой девятиэтажке на Окском проезде стали прекрасным подарком на Новый год для 81 семьи Хочу сказать о том, что к деятельности сотрудников органов внутренних дел и правоохранительному ведомству в целом И к деятельности каждого сотрудника в отдельности в настоящее время предъявляются повышенные требования Эти требования обусловлены сегодняшней оперативной обстановкой, самой жизнью Эти требования предъявляют руководство государства и общества и граждане, в том числе в вашем лице В связи с этим, для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности, для осуществления профессиональных функций Естественно, руководство Министерства внутренних дел обязано создать необходимые условия Приятно, что государство Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации А также Управление МВД России по Рязанской области Заботится о сотрудниках полиции И, естественно, хочу выразить огромную благодарность, как от себя, так и от своей семьи За предоставление квартиры, огромной квартиры, хорошей квартиры, уютной квартиры Еще раз хочу сказать большое спасибо Это уже пятый ведомственный дом в нашем регионе На сегодняшний день очередь на жилье, в которой стоят сотрудники органов внутренних дел, сократилась в десятки раз Еще пять или шесть лет назад очередь в МВД была порядка двух с половиной тысяч человек Сейчас остается всего там, вот после этого дома, наверное, 177 И, конечно, я в первую очередь хочу выразить благодарность Министерству внутренних дел За ту поддержку, которую мы в течение этого времени получали с финансированием строительства жилья для наших сотрудников МВД Это очень важно, это и социально важно, и политически важно Потому что сотрудник может выполнять свои обязанности честно, добросовестно, не оглядываясь на то, если он живет в нормальных условиях, имеет хорошую заработную плату И большое спасибо Министерству и лично Министру вам за такую поддержку По словам Аркадия Гостева, сотрудники полиции должны жить в комфортных условиях Ведь именно они обеспечивают порядок на улицах нашего города Профессии, как-никак, уважаемые Также замминистр УВД отметил, что каждое федеральное ведомство должно вводить в эксплуатацию жилье для сотрудников полиции Руководством министерства, несмотря на сложные условия и обстановку экономическую, и политическую, я бы сказал геополитическую Принимаются соответствующие меры И в целом, если взять сегодняшний год, 2014 год На эти цели, на жилищные строительства, на выдачу субсидий, на выдачу жилищных сертификатов Истрачено или потрачено, направлено более 12 миллиардов рублей Это достаточно большая нагрузка, в том числе на бюджет И вот то, что данный объект введен в строй, построен в том числе на деньги федерального бюджета Это достаточно хорошее подспорье и в деятельности сотрудников органов внутренних дел Потому что для нас, для вас, жилье это не только жилье Это и здоровость морально-психологического климата и в коллективе, и в семье А это, в свою очередь, залог успешности в выполнении тех задач, которые перед нами стоят Впрочем, рязанские полицейские продолжают нести службу Оперативники уголовного розыска выявили и пресекли сбыт курительных смесей Весьма сейчас популярных у наркопотребителей Кстати, выяснилось, что распространялись синтетики спайсы двое молодых парней Подробности задержания наркодилеров далее Сотрудники регионального управления уголовного розыска Пресекли преступную деятельность двух молодых людей Которые занимались производством синтетических наркотиков Полицейские, отрабатывая сведения, полученные при пресечении незаконного хранения наркотических средств По цепочке вышли на двух юных рязанцев Которые могли быть причастны к организации сбытта спайсов После тщательной проверки этой информации выяснилось, что молодые парни Оптом закупали ингредиенты для изготовления курительных смесей И, собственно, ручно изготавливали наркотики В ходе специально подготовленной операции Полицейским удалось застать злоумышленников за приготовлением ядовитой смеси При этом оперативники также обнаружили и изъяли контейнеры с выращенными спорами грибов Экспертиза установила, что грибы содержат запрещенную концентрацию наркотических веществ Которая оказывает не менее разрушительные действия на психику и организм человека Нежели синтетическая трава Я покупал споры и заражал мицелий Я не заражал, это вообще не застал Понятно А через сколько они вырастают? Ну, приблизительно, да Где-то, ну, месяц, может Месяц А эффект какой? Ну, ослабляющий Сотрудниками была, скажем так, изъята прекурсора для изготовления указанных наркотиков И также при входе обследования в одном из адресов было обнаружено выращенные споры грибов Которые участники данной группы использовали для личного употребления Так как им в большей степени нравилось их, скажем так, воздействие на организм По-прежнему, несмотря на стабилизацию обстановки с колебаниями валютного курса Актуальна остается финансовая ситуация в стране Сейчас по всей России люди пытаются спрогнозировать, что же будет с ценами Хотя оценки у экономических экспертов и обозревателей расходятся Рост цен стали отмечать практически все российские жители Стали появляться сообщения в федеральной прессе, что некоторые поставщики продуктов Приостановили отгрузку товара крупным сетевым магазинам из-за обвала рубля Агентство Интерфакс сообщает, что действующие ритейлеры заявляют, что стали получать уведомления от некоторых поставщиков о повышении цен на продукцию Впрочем, как утверждают представители торговых сетей, это явление не должно привести к повышению цен в той или иной категории продуктов Сейчас перебой в поставках нигде не отмечается Сегодня отмечают, если не праздник, то по крайней мере знаковое событие – все российские филателисты В далеком уже сейчас, 1857 году, 22 декабря, в Российской империи была выпущена первая почтовая марка Тираж получился довольно внушительным – 3 миллиона экземпляров Сменялись эпохи, государство и правительство Отражали исторические вехи, в том числе и почтовые марки, а также конверты и открытки Сегодня нам удалось побывать в Рязанском главпочтамте и пообщаться на тему развития движения филателистов на Рязанской земле 22 декабря – особый день для Почты России Ровно 153 года назад была введена в обращение первая марка Российской империи Сегодня марка занимает значительную часть в жизни почтовой отрасли Не только марка является способом оплаты Марка является также и предметом для коллекционирования Потому что очень много филателистов, которые посвящают этому делу всю свою жизнь Даже если посмотреть в информационных источниках, стоимость одной марки может достигать до 30 миллионов долларов Собрать свою коллекцию марок может каждый Достаточно подать заявление в отделение Почты России На данный момент Рязанская область насчитывает около 60 зарегистрированных филателистов Также мы предоставляем годовые абонементы по обслуживанию филателистов Что это значит? Что можно прийти зарегистрироваться в отделении почтовой связи города Рязани, Касимова, Скопина и Сасова И оформить годовой абонемент Соответственно с этим годовым абонементом можно получать все выпускаемые интересные марки Тройка коней в расцветке российского триколора Так выглядит последняя выпущенная марка, посвященная предстоящему Новому году Она является олицетворением широты и размаха русской души В отличие от почтовых марок, погодой интересуется весьма большее число горожан Ведь уже не за горами новогодние праздники И синоптики обещают приход настоящей и, возможно, долгожданной зимы В этом году на 22 декабря пришелся день зимнего солнцестояния Сегодня будет самый короткий день и самая длинная ночь в году Ежегодно наблюдаются два солнцестояния – летнее и зимнее В день зимнего солнце поднимается на минимальную высоту над горизонтом В день летнего солнцестояния – на максимальную высоту С сегодняшнего дня день начнет постепенно прибывать, а продолжительность ночи – убывать Сегодня наступает астрономическая зима Погода наконец-то тоже вспомнила про свои метеорологические обязательства На предстоящей неделе она все-таки начнет перестраиваться на зимний лад На предстоящей неделе погоду на территории Рязанской области будет определять серия североатлантических циклонов В зоне прохождения атмосферных фронтов ожидается выпадение осадков в виде снега Лишь 23 и 25 днем возможен мокрый снег и налипание мокрого снега Практически вся неделя ожидается ветреной и местами с метелями Температурный фон будет неустойчивым, но в целом имеет тенденцию на понижение Если 23 декабря температура воздуха ночью 0-5 градусов, а днем минус 3, плюс 2 То уже ближе к выходным ночная температура воздуха опустится до минус 10, минус 15 градусов А днем до минус 5, минус 10 В общем, готовим к выходным лыжи и коньки Скорее всего, погода не разочарует А вот что касается дня сегодняшнего В народе 22 декабря называют днем Анны зимней Считается, какая погода в этот день, такая 31 декабря Что ж, если верить народным приметам, то новогодняя погода не ожидает быть особенно снежной и холодной Но, как говорится, поживем-увидим На этом информационный выпуск программы «Время говорить» подошел к концу Далее в эфире программа подробностей Гостем в студии стал замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Денис Боков Речь пойдет о стратегии развития молодежной политики, направленной на привлечение молодежи к волонтерскому движению А на сегодня это все, и до встречи в эфире МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин